Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинается программа «Разговор по делу». Веду я, Андрей Усенко. У меня в гостях сегодня Алексей Шаклеин, сооснователь компании «Рупак». Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Неожиданная будет программа, потому что мы с Алексеем знакомы, конечно, но то, чем он в жизни занимается, никогда мы с ним не обсуждали. И я в этом смысле такой идеальный наш радиослушатель, потому что я про Алексея знаю, его знаю, а вот как и чем он занимается, нет. И будем, собственно говоря, с этим разбираться. Сооснователь компании «Рупак». Что за компания, Алексей? Группа компании «Рупак» занимается упаковочными материалами. То есть это команда профессионалов, которая, так скажем, соединяет некую логистическую компанию, которая соединяет производителя, то есть именно крупного гиганта упаковочных материалов и непосредственно соединяет конечных потребителей. То есть мы некое такое связующее звено, которое обеспечивает логистику, хранение, определенные финансовые операции. Ну и плюсом ко всему это команда экспертов, которая помогает клиенту оптимизировать упаковку для того, чтобы занимало меньшее место на складе, также чтобы она доезжала до конечного потребителя. Ну то есть там настолько много нюансов, что когда я захожу в магазин, то у меня, как правило, там жена у меня называет у тебя, слушай, у тебя профдеформация, потому что когда я хожу по магазину, то я могу долго разглядывать упаковку, то есть понимая, где и что она производится, там, предположим, можно ли в эту упаковку упаковывать данный продукт, либо нельзя упаковывать. Давайте в детали чуть позже. Кировская компания. Да, на самом деле у нас головной филиал находится в городе Киров, но помимо этого мы где-то в прошлом году мы считали, мы засветились, условно так скажу, да, то есть именно наши поставки порядка там 18-19 регионов по нашей стране. Ну такая при этом не на слуху. То есть я вот не скажу, что прямо, мы знаем, что Рупак это кировская компания, и так вот почему, это позиция такая, или это рынок такой специфический, или... Но мы на самом деле... Или сейчас вы мне скажете, да мы на слуху. Ну это же как, то есть мы работаем в основном опт, да, то есть это B2B, и поэтому здесь, так скажем, конечному потребителю, как, ну там, не знаю, который входит в магазин, да, то есть мы в принципе, ну, он о нас знать и не должен. Ну и вам и не нужно это. Да, нам это не надо, и, ну так скажу, вот мы в этом месяце, в июле, да, мы празднуем юбилей. У нас 15 лет, 15 лет на рынке, вот мы с 2009 года там начали свой путь, вот, и продолжаем двигаться, так достаточно активно, вот. И только, вот может быть, там последний год, где я начал там, по крайней мере, что-то рассказывать про компанию, да, то есть чем она занимается, делиться какими-то своими, какими-то идеями, да, то есть то, что мы какую работу проделываем, либо уже проделывали, да, то есть рассказываю про какие-то ошибки, да, то есть вот и к этому, ко всему, да, там я подтягиваю там группу компании Рупак. То есть если раньше, предположим, там я соцсети освещал, это у меня был там Barbershop Snob. Он остался? Да, он остался, да, да, это, скажем, ну, мое детище, которое я создавал, вот теперь оно активно развивается уже без меня. О нем чуть позже поговорим, сейчас все-таки про Рупак. Как возникла компания? 15 лет назад, 9-й год, ну, в общем, неплохая такая ситуация в экономике с точки зрения того, что после дефолта, да, рубль упал, доллар вырос, но рынок упаковочных материалов, он же, ну, тогда был совсем весь импортный. Откуда возникло? Ну, я бы не сказал, что он был импортный, да, то есть он, на самом деле, вообще рынок упаковочных материалов, это, если понять именно там с точки зрения ценообразования, с точки зрения, предположим, там, нехватки объемов, либо, наоборот, излишек, да, то есть это можно взять, там, уж не кардиограмму, да, там, в принципе, можно взять синусоиду, да, и вот можно понять, что год от года, да, то есть цены могут меняться, там, 60%, да, то есть как вверх, так и вниз, да, и настолько, как бы, ну, такой волатильный достаточный вот ценообразование идет, ну, предположим... Ну, такой нестабильный получается рынок, да, нестабильный рынок, да, то есть мы в основном, конечно, занимаем долю рынка, это бумага, картон, вот мы больше вот в этом профессионалы, помимо этого у нас есть еще и пластиковая посуда, которая, там, можно встретить, там, тортовая упаковка, да, вот в магазинах нашего города, вот, вообще, почему именно мы начали этим заниматься, потому что, ну, вообще, это было достаточно спонтанно, да, у нас в регионе в 2009 году, вот, у нас завод Мурыгина, да, который делал туалетную бумагу, по-моему, или листик он назывался, либо листок, ну, то есть вот что-то типа этого. Что-то было, да. Да, и второй вид туалетной бумаги, который у нас был, это была Сыктывкарская ITC Group, которая поставляла, да, там, 56 метров, если я не ошибаюсь сейчас, вот, и на тот момент очередная нестабильная ситуация в Мурыгина, вот, и получается, что вот этот эконом-сегмент, который занимал долю рынка тогда, наверное, процентов 70, он пропал, вот, ну, и мы с компаньоном там начали суетиться, слушай, ну, давай раз, нет, давай вот мы там поставим оборудование, начали искать инвестора, вот, ну, в общем, пока мы раскачивались, как бы я такой, давай мы пока там дистрибьюцию в этом плане там займем, и мы достаточно там быстро сделали таким образом, что там по прилавкам магазинов оказалась там уже бумага через нас там московских производителей, вот, но буквально там пока мы уже проекты там согласовывали, то я захожу в магазин и вижу там на прилавках уже, ну, какой такой бумаги нет, я понимаю, что этот рынок нужно было там, ну, гораздо раньше занимать, вот, ну, и мы тогда доторговали уже, вот, и мы приняли решение, что можем двинуться именно, то есть, вот, с точки зрения там картона, бумаги, да, то есть, вот, именно такого, что-то, что-то связанного с древесиной, либо с макулатурой, вот, потому что... Но не в производство уже, а в такой консалтинг, да, получили? Ну, да, 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 то есть, посмотреть именно с точки зрения, пощупать этот рынок, вот, тогда мы как раз общались уже, ну, там, туалетная бумага, да, то есть, мы достаточно активно уже общались, понимали, уже этот рынок изучили, вот, и познакомились с партнерами, кому был интересен рынок там нашего региона, вот, у нас, ну, достаточно долго там проходили все эти переговоры, ну, и вот, получается, что мы на сегодняшний день там, вот, конкретно с кем мы начинали, мы бриллиантовый дистрибьютор, да, то есть, это, или платье, ну, то есть, высшая категория дистрибьютора, мы уже активно двигаемся там порядка 13-14 лет, ну, вот так мы и начинали. Слушайте, вот это замечательный момент, я многих предпринимателей, кто у меня в студии бывает на программе, спрашиваю, как, собственно говоря, появилось это все, зародилось, и у них всегда такое вот это легкое, нет вот этого момента, когда там, не знаю, озарило, или что-то... Мы долго думали, да, там, да, или там провели исследование, вот так какое-то... У многих очень это складывается, ну, вот, в результате каких-то действий. Я, собственно говоря, называю это предпринимательским духом. Да, да. Как это произошло? На то он предприниматель... Мы предпринимали. Да, да, на то он предприниматель, что он, там, что-то одно не получилось, да, то есть, он тут же глаза поднимает, смотрит дальше, видит какой-то определенный горизонт и начинает двигаться. Что было дальше? Ну, так, обзорно, да, там, не будем за каждый год говорить, как развивалась компания, как менялась компания, там, как отвечали на вызовы различных кризисных ситуаций? Ну, я помню, что мы, когда первый год отработали, к нам приехали наши конкуренты, вот, и спросили, что, ну, вы вообще, вы вообще как здесь? Вы кто? Да, вы вообще как здесь? Нет, ну, меня тогда знали, как бы, на этом рынке, да, то есть, я уже достаточно активно занял позицию. А, то есть, спросили вы, как здесь, с точки зрения, как себя чувствуете? Да, как себя вы чувствуете, все ли у вас хорошо, там, вроде бы... Не как попали, а как здесь? Да, когда, там, не знаю, там, юбилей будете отмечать, я говорю, ну, вот, говорю, сделаем, там, десятку первого. Я говорю, ну, отметим. Вот. Ну, такие хорошие отношения с конкурентами были. Ну, были, так, в принципе, как бы, мы сейчас со всеми здороваемся, вот. И, честно говоря, я тот момент забыл уже, да, то есть, я уже, там, те слова вспоминал, когда мы за десятку уже давно перешли. Вот, а плюсом ко всему мы просто понимали, что за счет своих компетенций, да, то есть, мы этот рынок, на самом деле, так, достаточно активно начали, сказать, завоевывать, да, то есть, ну, в общем, начали активно общаться с покупателями, потому что мы, опять же, мы общались не с точки зрения, там, цены, да, то есть, ценой может продать каждый, вот, а с точки зрения именно нашей экспертности, нашего профессионализма. То есть, мы, когда приходим, что мы, то есть, мы именно оптимизируем настолько, что клиенту позволяем зарабатывать больше, ну, то есть, вот, то есть, это уже, там, трата была, там, одна, потом трата другая, да, то есть, бывали такие проекты, которые позволяли клиенту, там, увеличивать, да, там, примерно, там, на 12, на 15 миллионов в год, да, то есть, только на упаковке, а не сокращались от трата. Это экономия, да, за счет оптимизации. Да, это за счет оптимизации, да, то есть, ну, настолько много нюансов, вот здесь, именно, вот, даже, вроде бы, гофрокором, да, то есть, что-то такое. Ты смотришь на него, чем он различается, да. А мы, на самом деле, там, когда учебу проводим, там, завязываем глаза и с закрытыми глазами определяем марку картона целлюлозный, там, либо это беленый картон с логотипом, либо без логотипа. Откуда такие компетенции, Алексей? Где их взяли? Это еще до компании ведь появилось, что-то. Я думаю, что, ну, на мой взгляд, это желание, желание, не знаю, продать больше, заработать больше, потому что... Или желание хорошо разбираться в своем деле. Так, ну, это же, на мой взгляд, это одно и то же, то есть, это некий инструмент, хочешь, там, продавать больше, но ты должен в любом случае разбираться в этом. И всем менеджерам, всем специалистам у себя на работе я об этом и говорю, что если ты хочешь действительно, чтобы клиент понимал, что в тебе есть определенная ценность, то ты должен дать ему это. Потому что ценность в цене – это только на один тендер, и все. Дальше уже придет другое. Тот клиент, всегда хороший тот клиент, который, там, с первого раза твоих телефонных переговоров просто кладет трубку, либо говорит, что у меня все хорошо. Да, то есть, ну, это самый классный клиент, когда ты ходишь, там, не знаю, там, год-полтора. Потому что у нас есть те клиенты, которые, там, вот, действительно, я начинал их разрабатывать, там, самостоятельно. И вот они еще сработают с компанией, там, 15 лет. Хорошо. Что вот сейчас компания себя представляет? Ну, опять же, исходя из того, что не так давно они стали рассказывать, что это, сколько человек рынок, ну, рынки назвали, да, там, десятки регионов. Что представляет компания себя сейчас? Что представляет компания? Ну, компания вообще представляет себя, это команда, порядка 40 человек. Да, то есть, у нас полностью разделен штат, у нас каждая, там, каждый человек занимается своим делом. То есть, если это отдел продаж, то у них на сегодняшний день есть, там, роль хантера, да, который идет и завоевывает рынок, роль фермера, который уже непосредственно с клиентами, да, то есть, делает так, чтобы клиенту было комфортно с нашей компанией работать. Есть команда закупщиков, да, которая именно делает таким образом, чтобы наш клиент получал вовремя продукцию, чтобы клиент получал именно качественную продукцию. Вот, также они проводят постоянное обучение, да, то есть, чтобы именно повышать компетенцию свою и повышать компетенцию сотрудников отдела продаж. Есть бэк-офис, который также занимается, то есть, сопровождением, да, то есть, вот, клиентский менеджер. Есть, там, понятно, там, бухгалтерия, которая ведет учет, логистика. Какая-то, или вы, ну, там, не знаю, складские помещения, что-то еще, или вы исключительно работаете? Нет, у нас полностью своя инфраструктура, да, то есть, и мы на сегодняшний день именно тот дистрибьютор, который прописывает портрет дилера, кто такой должен быть дилер, кем он должен быть, да, то есть, что он себя должен представлять, и мы постоянно, там, помимо, там, инфраструктуры, то, что люди, да, то у нас есть программные продукты, которые позволяют таким же образом делать комфортным, да, работу с нашей компанией. Как изменился рынок за эти 15 лет? Ну, там, за 30 лет, за 40 лет мы знаем, как изменился от треугольного пакета с молоком до того, что есть сейчас, хотя я иногда ностальгирую по этим треугольным пакетам, и мне кажется, если бы кто-то запустил... По стеклянной таре. Ну, по стеклянной таре вряд ли, но вот подбирался у идеи, я однажды даже с нашим молочным комбинатом разговаривал, я говорю, слушайте, мне кажется, если бы кто-то выпустил треугольные пакеты, то с точки зрения эмоций, это был бы просто, там, вау-эффект. Как рынок изменился? Ну, мы же вообще все понимаем, что, там, если мы, там, работаем на рынок B2B, да, то, в принципе, там, у нас, как правило, там, достаточно много представлено на групповой упаковке, да, то есть это та упаковка, которая несет ответственность для того, чтобы перевести от производителя до магазина, вот, она не сильно, так скажем, изменилась. Групповая это несколько, ну, когда несколько единиц товара, там, в одной. Да, да. Она только единственное сделала так, что магазину стало выгодно выставлять именно в коробке уже на прилавке, да, то есть это шоу-боксы, которые позволяют, вот, коробка пришла, ты верхний клапан отстегнул мгновенно, и у тебя она уже как выставочная коробка, да. С точки зрения, если взять, то, как конечнику, да, то продукция стала, там, многосложной, то есть она настолько стала сложной, что там много, много барьерной пленки, да, там, различные, там, взять тетропак, да, то есть, и с точки зрения переработки данных материалов, да, то есть есть определенная сложность, вот, но вообще сейчас очень такая тенденция идет на то, чтобы продукция эко, да, то есть она идет от производителя, да, то есть они ее просят, идет от конечного потребителя уже, да, он хочет получать именно продукт эко. Порой мы, когда покупаем, приобретаем продукцию, думаем, что эко, да, то есть это, что такое эко, мы видим крафт, да, то есть вот цвет крафт, и мы уже думаем, что это эко, а на самом деле там, ну, порой бывают достаточно тоже там сложные барьерные пленки, которые приклеиваются, чтобы выдерживать определенные параметры для хранения, для транспортировки продукции. Слушайте, ну, я прошу прощения, я читал в свое время исследование, что производство бумажного пакета, сам по себе он, конечно, экологически там безопасный, да, но производственный цикл, бумага, клей там и все остальное по выбросам, ну, по влиянию на внешнюю среду, в общем, не лучше, чем производство полиэтиленовых, ну, вот этих пакетов обычных. Ну, да, я здесь, так скажем, не стану сравнивать, что лучше, да, но, опять же, мы понимаем, что когда там бумажный пакет попадает на полигон, на мусорный, либо пакет полиэтиленовый попадает на полигон, да, то это абсолютно разные сроки... Согласен. ...разложения данной продукции. Ну, это, видите, это как с электромобилями, да, там, в процессе эксплуатации он безопасен, а в процессе производства электрокомпонентов... В процессе утилизации, да, такая же история, когда ты думаешь... Большой вопрос, да. Вот поэтому за 30 лет на самом деле поменялось, да, то есть и конечный потребитель стал более такой, ну, то есть избирательный, да, то есть он уже смотрит, хочу, не хочу, да, то есть мы видим, что на прилавках в магазинах появляются там, ну, порой иногда настолько вот эта цветовая палитра, она заполняет, что вот проходила в Москве выставка, Росупах, там, ежегодная выставка проходит, и пошла обратная тенденция, да, то есть это минимализм, да, минимализм, это обычный крафт и какое-нибудь как-то тиснение, да, то есть дорогое. Вы влияете на изменение продукта, но вы же такой транслятор запросов, есть примеры, поделитесь, ну, вот такими, как менялся продукт, как менялась упаковка от запросов ваших клиентов? Мы, как правило, когда работаем с клиентом, да, то есть клиент же как, он говорит, я хочу то, не знаю чего, да, то есть вот у меня маркетинг говорит, что вот хочу что-то, и мы, соответственно, как бы вот начало, да, там, разработки полностью, мы разрабатываем продукцию, разрабатываем конструкцию этого ящика. А, ну, то есть вот давайте тогда вернемся, собственно говоря, к компании, прошу прощения, что перебил, потому что у меня сложилось впечатление, что вы, ну, как бы поставщик, условно говоря, да? Ну, это если образно взять, да. Давайте весь цикл тогда, вот, проговорим, то есть вы помогаете клиенту разработать упаковку. Конечно, да, да. С учетом эффективности ее использования. С учетом эффективности закладки, с учетом эффективности размещения на транспортных поддонах, с учетом эффективности закладки уже непосредственно в транспорт, когда клиент уже везет свою продукцию до покупателя. То есть это вот все от начала до конца. То есть от разработки до, ну, но вы производством не занимаетесь? От начала я хочу до конечного продукта. Ну, единственное, что производство не как бы, ну, не своими силами, а на заказ. Нет, да. Кировские клиенты есть? Да. Много? Ну, в процентах от общего объема работы? Порядка 40%. Ну, хорошая цифра. А рынок на сколько занимаете тогда? Ну, если рынок смотреть по России, то я не оценил этот цифр. А кировский? Ну, кировский, вот я говорю, что мы порядка 40% занимаем долю рынка. Какие планы дальше? Что собираетесь развивать? Мир меняется, запросы меняются, мода у ситуации меняется, экономическая. Что держите в голове? Куда смотрите? Мы смотрим над созданием своего определенного продукта. Вот сейчас, в апреле я был в Китае, да, и, во-первых, я хотел понять, то есть, как ни крути сейчас, они все равно ведут эту отрасль, я бы сказал, наверное, на передовую. И, во-первых, посмотрел, что у них происходит. Да, я понимаю, что конкретно у рынка упаковки, упаковочных материалов там есть определенное будущее, есть понимание, куда оно будет двигаться. Ну, и помимо этого, там проходила выставка международная, ВИПАК. Три дня там переговоров, по крайней мере, есть понимание, что это будет, какой продукт это будет. И сейчас мы идем к тому, что создавать новый продукт, именно свой продукт, который будет иметь определенную ценность, то есть, создавать именно новую ценность на рынке упаковочных материалов. Сложная история? Непростая, да. Потому что создать что-то новое, это достаточно сложный плюс ко всему, ведь ты понимаешь, что, блин, может не получится. Это как, ну, по мне, это как создать новый бизнес. Да, то есть, создать новое детище, которое ты понимаешь, что там те труды, которые ты вкладываешь, они могут и не окупиться. Что с конкурентной средой сейчас? Она такая же там дружелюбная, как вы сказали, здоровайтесь. Ну, здороваются много, все здороваются. А с точки зрения рынка, вот не рынка ваших потребителей, а рынка вашего, на котором вы работаете, какая ситуация? Ну, вообще, в последнее время, в связи с тем, что идет, ну, произошло определенное переформирование логистических цепочек, да, то мы, вот год целый, мы пухли внутри страны нашей. Мы пухли от того, что у нас там для нашего конкретно, для нашей страны, у нас там перепроизводство, потому что мы достаточно много продавали там в Европу, вот, и мы какое-то время просто пухли от того, что здесь перенасыщение произошло, да, и поэтому резко там цены упали, да, перераспределение происходило. Сейчас рынок, он более-менее так стабилизируется, да, то есть идет определенное понимание, что вот будет так, и оно идет постоянное перераспределение, да, там, постоянное перераспределение. Ну, вы считаете, сейчас тоже ведь есть же такая, там, рынок цивилизованный уже, нормально он сложился, на нем комфортно работать. Как это молчание говорящие. Я скажу так, что есть определенное понимание, что какая-то цивилизация начинает попахивать, да, и есть определенное улучшение, да. Как будут они происходить, я только наблюдаю. Вот, но в принципе, да, идет взаимосвязь определенная, да, то есть вот, ну, я считаю, что вот там расширенная ответственность производителя, вот если ее все-таки там доделают, сделают ее, ну, отработают ее с точки зрения профессионализма и грамотности финансовой, да, что это будет удобно для всех, и это будет там выгодно для всех, то это я считаю, что огромный шаг навстречу вот именно этой цивилизации, да, о чем сейчас мы говорили. Ну, поясним слушателям, да, это механизм, в котором производитель продукта закладывает стоимость утилизации этого продукта, ну, то есть его переработки в цену изначально, и потом это должно произойти. Не просто выброс на свалку, а за счет вот этих денег она должна быть утилизирована. Да, да. Я надеюсь, что все-таки там наши полигоны будут потихоньку сокращаться. Да, и вторичное использование ресурсов, в том числе упаковочных, будет большим, конечно. Ну, вообще, гофрокартон, вот, да, мы разговаривали о том, что есть там целлюлозный гофрокартон, который производится там из леса, да, там из древесины. Вот, после него можно там до пяти, от пяти до семи раз его можно перерабатывать. То есть его обратно везут. А есть картон, который не перерабатывается, правильно я понимаю? Ну, это есть, если именно картону, да, то есть что-то было сделано определенное нанесение. Многослойное. Многослойное, да. Пленку сейчас приклеивают для того, чтобы она держала специального газа в среду. Либо там парафином наносят, да, тоже его сложнее перерабатывать. Ну, непростая ситуация с вот этой расширенной ответственностью, потому что... Очень непростая, да. Производители говорят о том, что это ляжет на плечи потребителей, естественно, там, да, в цене. Конечно, в принципе. Механизм дальнейший тоже непонятен. Ну, прервемся, может быть, чуть позже это мы продолжим. Сейчас у нас небольшой перерыв на рекламу. Программа «Разговор по делу». Через 2-3 минуты вернемся в эфир. Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Возвращаемся в эфир. Программа «Разговор по делу». Веду я, Андрей Усенко. У меня в гостях Алексей Шаклеин. Представляю я его как сооснователя компании «Рупак». Но во второй части программы поговорим про тот бизнес, про который у Алексея, наверное, более известен, по которому его многие знают – «Барбершоп». Там я называю себя «Идейный вдохновитель». Это что он значит? Не имею отношения к деньгам? Что за история? Это же один из первых был. Нет, на самом деле это был не один из первых. Я начал пользоваться услуги «Барбершопа». Это еще задолгое появление «Сноба». И потом получилось так, что я понимал, что хочу… Вот эти «Барбершопы», они сейчас появляются как грибки. Ну, сейчас модно уже такое. Да, как-то раз-раз появляется, закрывается, там еще что-то. И на самом деле, и плюсом ко всему, как бы мастера, они тоже там, они просто как муравьи разбегаются, там, то в другой регион, то еще что-то, да. А что понимать, я думаю, что меня многие… Образная картина такая. Да, меня многие радиослушатели поймут, что там сменить мастера, да, то есть это определенно головная боль. Да, есть те, которые там ходят уже там 20 лет к Ларисе, да, как бы я не претендую, вот, но тем не менее захотелось создать именно то место, где действительно будет крутая команда, где действительно захочется прийти, и вот именно когда ты идешь по улице нашего города, да, то есть вот ты в Кирове, да, ты понимаешь, Киров, любимый город, Вятка, и ты заходишь туда, и ты попадаешь абсолютно в другое пространство. И вот это пространство, некий такой, ну, такой вот английский стиль, такой лофт определенный, вот, и захотелось это создать именно для тех людей, которые ценят, да, то есть вот для которых есть определенная ценность, это прийти, там, знать уже всех, там, где пахнет действительно там не волосами, а пахнет ароматным, там, парфюмом. Ну, то есть получить не услугу, а эмоции, то, что называется. Да, 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 вот. И вот появился такой запрос, да, мы… Когда это было, опять же, так? Я сейчас, я даже не вспомню, наверное, может, года четыре, наверное, пять назад, вот, и тогда мы познакомились с Александром Масловым, он сейчас там является арт-директором, вот, и я говорю, слушай, я говорю, давай сделаем вот, ну, вот что-то такое, от которого можно действительно получить, будет удовольствие. Вот, и мы идеями обменялись, вот, все, быстро сделали проект, вот, и появился такой сноб. Да, как только мы его открыли, тут же нас всех закрыли. Это как раз времена эти ковидные. Ну, 20-й год, соответственно. Да, ну, и получилось так, что вот на сегодняшний день я считаю, что то, что получилось, это действительно крутое заведение, где действительно крутые мастера, потому что, ну, процентов, наверное, 70, да, там ходят люди, это средний, крупный бизнес, это ходят с нашего дома, с правительства. С соседнего. Да, с соседнего. Вот, и самое, что интересно, вот это каждый барбер, да, вот каждый там мастер, после каждого человека он неким образом опыляется. по чуть-чуть и опыляется, опыляется. И их компетенции настолько быстро растут, что вот смотришь, вроде бы недавно он приходил обычным администратором, который не мог двух слов связать, вот, а сегодня к нему приходишь, и он говорит, я купил себе, вот недавно мы разговаривали, он говорит, я купил себе для сигар... Хумидор? Хумидор. И он такой, круто. Он такой, ну вот у меня сейчас новое увлечение, это вот сигары. Я ездил в Москву для того, чтобы выбрать определенное количество... Это администратор барбершопа. Это бывший администратор, сейчас он там барбер, да, как бы вот там Алексей. Вот, и вот так слушаешь его, и ты понимаешь, что это круто, что человек, да, то есть он начал ценить там сигары. Вот, там другие, у других людей тоже определенные есть увлечения, которые действительно... Но это культура ведь. Это да, это культура. Слушайте, Алексей, но это такой фан или бизнес? Вот, причем по факту и по отношению. Вот, вот как дело обстоит? Вообще, когда я начинал все это детище... Опять интересная история. Я на самом деле один... Ну, вообще, я не думал о том, что там какие прибыли, да, мы... Ну, ты скажешь, мы на коленках все посчитали, вот. Посчитали, сколько потратили, сколько мы там окупим, вот это все дело. Вот, но пошло, в принципе, вообще все не так. Потому что первый проект, который нам сделали, я забраковал, говорю, это то же самое, что уже есть, я не хочу этого. Переделали новый проект, потом ковид времена, и мы на самом деле, как бы, те планы, которые строили амбициозно, мы по ним не совсем уложились. Вот, и... И потом, когда получается так, что, в принципе, уже то, что у меня было в воображении, то, что было, как бы вот это получилось, то уже некое, ну, розовые очки ты эти снимаешь, когда все эмоции, ты эту эмоцию получил, что очень круто, вот, то в этот момент начинаешь считать, там, слушай, а сколько денег там зарабатываю? Вот. И я понял, что то время, которое я там, ну, вкладываю, да, как бы, оно так, несопоставимо, да, как бы немножко, потому что там есть другие направления, да, на которых... вот, и я понял, что, как бы, ну, здесь, как говорят, моя песенка спета, вот, и все, мы провели переговоры с там, с ребятами, и один из барберов, который пришел администратором, администратором, вот, он и забрал, в принципе, как бы, остаточную долю, и вот так вот получилось так, что я оттуда вышел. Понятно. Но при этом сохраняете какое-то отношение, собственно говоря, ну, с точки зрения воздействия, там, может быть, не управления, но как вот идея и дым вдохновителя, это же только в формате того, что я создал, и все теперь, или же, ну, так, ребят, а здесь вот так можно сделать, ребята, здесь вот это и изменить. Или уже все, такое самостоятельное... Нет, вообще, я хочу и дальше оставаться неким, ну, как бы, клиентом, я и сейчас, там, клиент СНОБа, вот, и хочу туда приходить для того, чтобы получать эмоции. Вот, конечно, там, если мне что-то, ну, то есть, что-то я считаю, что, там, этого не должно быть, я просто аккуратно могу шепнуть на ухо и уже сказать, ну, как бы, извините, но те люди, которые уже к вам ходят, они уже заслуживают другой ступеньки, вот именно здесь общения, да, там, с ними. Заканчивается программа, Алексей, я говорил, что быстро время пролетает, услышал в разговоре нашим с вами фразу «Любимый город Киров, люблю». В этом году, в год юбилея, задаю вопрос своим гостям. Как вам, Киров? Нравится? Комфортно? Ну, я не берусь говорить о том, что, там, что ремонты делают, либо еще что-то, но вообще, та картинка, которая появляется, я всегда, когда приезжаю в другой город, я его сравниваю, там, с другими, с другими, то есть, что здесь есть, там, а что, там, в моем городе нет. Вот, и на самом деле, как бы, вот, я сейчас иногда, когда езжу по городу, то ловлю себя на мысли, вот, ну, я очень люблю фотографировать, поэтому у меня фотографическая память очень развита. Вот, и иногда я беру такой ракурс, что в какой-то момент я теряюсь от того, что, где я нахожусь. Вот, а я считаю, что это действительно заслуживает, ну, определенной похвалы, то, что сделали, то, что, я так понимаю, еще делают, да, то есть, ту картинку, которую мы будем получать, я считаю. И, на мой взгляд, с точки зрения эстетики, да, то есть, получения удовольствия от того, где ты живешь, да, от того, что происходит с этим городом, что его действительно причесывают. И вот это круто, что у города, да, то есть, ну, есть те люди, которые не безразличны от этого города. Будем завершать на этом. Алексей, спасибо за разговор, это было очень интересно, и спасибо за то, что так относитесь к тому, что делаете, за то, что так относитесь к городу. Мы с вами в этом совпадаем, мне тоже очень нравятся происходящие изменения. И самое главное, что это все делают люди. Это люди, которые занимаются своим делом. А я люблю с ними, собственно говоря, об этом разговаривать, поэтому это была программа «Разговор по делу». У меня в гостях был Алексей Шаклеин, сооснователь компании «Рупак» и идейный вдохновитель барбершопа «Сноп». Желаю вам удачи. Пусть все получается и дальше. Не теряйте этот драйв, делайте нашу жизнь лучше. Разговор по делу.